В расстоянии полтора метра спят несколько этажей, мне нельзя громко разговаривать, я потихоньку говорил. Понятно, ну простите, я просто ваш голос, мне показался слишком молодым. Ну такой вот есть уж. Что там у вас? Ну, хотел несколько вопросов вам задать. Раньше у меня их было больше, сейчас у меня их уже как бы меньше осталось. А вы на наш сайт заходите, на наш форум? Заходил, я читал ваши, например, мне понравилось, как вы, ну относительно понравилось, говорили о расчленении мощей, как вы сделали подборку Святоотечества. Для меня это стало очень интересным. Почему же тогда происходит расчленение, если это запрещено? Потому что Бога не знает, Писание не считает, а так, мудрствует на земле. Ничем нельзя объяснить, кроме этого безбожества. Прямое указание Божие, прах ты и в прах возвратишься. Стефана похоронили первомученика, всех хоронили всегда, а это не хрофильство, самое настоящее, шаманство. Какая же вера? Игнатий Тихонович, ну вот-вот очень резко высказываетесь о патриархии и о прочих... Обождите, по порядку, давайте. Сначала о мощах закончим. Вам разве Христос это не говорит, как и всем, что прах ты и в прах возвратишься? Как это опровергать-то? Зачем нужно? Ну это было сказано, во-первых, в Ветхом Завете, когда почитание мощей еще не было. Больше не надо, остановитесь. Слова почитания мощей вообще отсутствует. Слово Божие, а тогда или не тогда было сказано, Бог сказал это на веки вечно, сколько человек будет жить, он должен в прах возвращаться. Вы что за Бога-то решать? Ну это тогда? Вот этих слов-то нет тогда. Это вы начинаете укуролесить. Серьезно? А вы с Богом разговариваете серьезно или нет? Я вам скажу, вы не мои слова слышите-то, а Божьи. Игнатий, а мы с вами, вы, например, лопатку носите с собой, как об этом было сказано в Ветхом Завете? Да, именно так и делаем. Без лопатки мы ни шагу не делаем. И у нас, приезжаем, нигде ничего не остается. Специально саперная лопатка у нас, заворачиваем ее, все у нас делается по Писанию. И это правильно, это чисто, это гигиенично. Я сфотографировался с лопаткой, здесь фотографии есть. Интересный вы человек. Так что я не так сказал? Скажите, что смешное здесь? Нет, я говорю не про смешное, я говорю про то, что получается так, что в нынешней церкви, вот по-вашему, если смотреть, то учения о мощах, о прочих вещах, знаете только вы и ваша община. А в священном начале вообще этого ничего не знает, не считает, получается так? Не считает и не знает. Безбожники у руля стоят. Вам это достаточно, чтобы Бог будет спрашивать с каждого индивидуально. Патриарх Кирилл безбожник, да? Тот, кто нарушает Божьи заповеди, независимо от того, какое его имя и фамилия. Не, ну подождите, Патриарх Кирилл безбожник? Вы, блядь, у руля... Патриархи Кирилл не положено разговаривать. Я разговариваю вообще, а он сам с собой разберется. Всем нам надлежит предстать преступилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в жизни, доброе или худое. Второе Коринфянам 5-10. Считайте. Я Новый Завет знаю почти наизусть. Но я сказал правильно, нет? Правильно, но в том числе и вы, наверное, за свои слова будете отвечать. Но вот эти слова-то это не мои, это слова Духа Святого. Я согласен, но ведь в Писании сказано, что в священном начале нельзя поносить. Да я про него не разговариваю, я сразу отрек это разговор. Вы меня подталкивали, а я не отошел. Я знал, что вы лукавый будете. Нет, вы... Я вас ни о ком не спрашиваю. Я говорю, Писание верите, вы говорите, верю, а разговор у нас будет хороший. Я считаю, вы верите, вы верите, значит, и Патриарх какой... Я его имя даже не произнес. А вы видите, как вы меня подталкиваете к виселице. Игнатий, вы говорите, что у руля церкви стоят безбожники. Это ваша дословная цитата. Кто стоит у руля церкви? Патриарх Кирилл. Значит, вы его назвали безбожником. Я не называл его. Я говорю, все, которые нарушают заповеди безбожие, где бы они и стали, у руля или у хвоста, они являются ответственными за нарушение заповедей Божьей. Это уже сейчас говорить. Я вам поясняю, потому что вы не поняли, что я вам сказал. Почему? Я понял, в принципе. Вот, и поэтому другие слова мне не надо говорить. Я абсолютно четко выражаюсь. Кто бы не был, где бы не был, он является нарушителем, а для Бога это разницы никакой нет. Патриарх это или Папа Римский? С Папой вы соглашаетесь, а с Патриархом нет. Да Патриархи, может, на него подряд все в ад идут. Патриархи у нас... Натусик, привет! Только, пожалуйста, я Игнатий Тихом Челапкин веду беседу. Если хочешь, можешь поприсутствовать. Если не хочешь, можешь уйти. Только, пожалуйста, веди себя прилично. Здесь вот еще две православные женщины подключились. Они откуда? Вы звоните с Москвы? Мы москвичи все. Да, мы москвичи. Ну, здравствуйте, Игнатий. А я вот... Что-то выключило там их. Да. А вы меня слышите? Я хорошо слышу вас. А, понятно, хорошо. Так, вы вот скажите. Так, что-то нажать минуточку. Подожди, тут подсказывает. Где-то еще надо нажать, где-то. Все слышно вас? Тут написано. Видно и слышно. Сказано, подожди минутку. Хотите организовать групповое видеозвонок, написано? Вот. Ну, нажмите. Я на должен нажать. Сейчас, минуточку. А то нехорошо женщина пошла там. Что-то подсоединяет. Групповая видеозапись сейчас будет. Все нормально, да. А тут крутит колесико еще. Как бы подождать маленько надо. Так, я переспрошу вас. Вы Священное Писание все признаете, что оно для каждого написано? Нет, оно написано не для каждого, оно написано для церкви в первую очередь. Нет, это нигде не написано, что для церкви. Это для всех. Для всех живущих на земле. Приведите цитату, где сказано, что для всех. И проповедуйте Евангелие всей твари. Что это не поснято? Я вхожу в число всей. Вот где. Проповедовать Евангелие всей твари. Ну и что не понятно? Это было сказано, когда Писания еще не было, Игнатий. Как не было Писания? А когда Писание появилось? А когда Писание... А Христос сказал, это уже не Писание? Нет, Христос устно сказал. Он не поверял... Но оно стало Писанием, допустим, через три года. И что из этого? А сказал он... Не через три, а через три. Никогда не слышал такого казуистика какая. Он же сказал за три дня до восхищения. Вы что вымеряете-то? Слово сказанное тщетно не возвращается. Писание говорит, Пророк. Это все... Игнатий, давайте тему о мощах закроем. Я как бы вашу позицию... Нет, давайте закончим. Закончим, потом закроем. Если Господь говорит, оставьте мертвецам хоронить мертвецов, это сказано и в положительном смысле. Но не сказал, что мертвецам еще и откапывать мертвецов. Это вообще уже запредельно далеко. Господь говорит, меня ум не приходит. Ну, я отвечу, Руслан. Атусик, нет, вы, пожалуйста, поприсутствуете. Мне просто... Атусик, либо я вас отключаю, либо вы, пожалуйста, просто пока подождите. Потому что у меня вопрос очень серьезный. Как знаете, умеет... Не надо отключать. Пускай сестры слушают. Они старались, пришли. Почему отключать-то их? Нет, я просто говорю, чтобы не перебивали. Потому что если будут перебивать, мне придется отключить. Она не перебивает, она уже будет молчать. Давайте, говорите, пожалуйста. Хорошо, я вот к чему веду сейчас разговор. Смотрите, вот если вы говорите в Писании, признаете все. Вы мне скажите, вот ваше общение и ваше личное мнение, можно ли целовать покойника? Это ваше дело, можете хоть целовать его, хоть не целовать. Нет, вы скажите, ваше... Зачем это говорить? Это лично моя жизнь. Ну, вы целуете? Ну, прощаемся. У меня мать умерла, конечно, я прощаюсь. Хорошо, значит, вы говорите ветхий завет, вы говорите весь действительный. Значит, вы нечистый до какого-то... Да, я нечистый. И прощаемся ветхом, разницы никакой нету. Все, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Ничего Бог не очистил. Идет в землю прах. И прах, конечно, превращается в землю. Бог очистил всего человека. Как это не очистить? В крещении вы не отчаитесь? Вы мне вопрос задали. Мы же не спорить собрались. Вы спросили, я ответил. Верующему не положено спорить-то. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. С крестом спорили, а он не спорил. С апостолами спорили, но они не спорили. Вот если бы в ответ отвечали, была бы обоюдная драка. А так избиение идет, с одной стороны. Да нет, избиения нет никакого. Ну как же, вы меня просто долбите со всех сторон, уже до покойников добрались. Как я? Я же не спрашиваю, как вы? У меня таких вопросов нет. Вы можете задавать вопрос по Писанию. А вы прямо под меня со всех сторон уже копаете. Я отвечаю, вы начинаете другую сторону толкать. Вы мой ответ примете. Все, он у меня не меняется. Что вчера, что сегодня, что 50 лет назад. И вы узнали мое мнение. Дальше что? Я ответил, что мощи нужно похоронить. Согласно Слову Божию. Это мое мнение, абсолютно основанное на Слове Божьем. Понятно. Спокойно не можете. Тише, тише, Антон, прости. Да нет, не вы, я говорю. Вообще, когда человек беспокойный, то души всегда столько же получается. Так, пожалуйста, спрашивайте, что можно. Нет, смотрите, в чем вопрос. У меня все-таки был вопрос к вам. Вот я смотрю ваши, смотрел ваши разговоры с мусульманками, смотрел ваши разговоры с баптистами, смотрел ваши разговоры. Много вот, мне просто вы интересны, как человек, во-первых. Вот. Я вам честно скажу, вы, может, слышали, кстати, как вы относитесь к убиенному отцу Данилу Сусоеву? Ну, а что мне к нему относиться-то? Он святой, он на небе, я на земле. Вот, понятно. Смотрите, вот, я просто из общины того храма, где служат. Ну, мы были в прошлом году, мы там были у них. Я знаю, знаю, мне тоже говорили, что у нас были. Он святой, его не надо канонизировать, ничего не надо, не заниматься глупостями-то. Он мученик Христов. И никто за тысячу лет так не любил мусульман, как он. Я знаю, я же не предлагал даже вам сейчас его канонизировать, вы уже считаете, что я предложил. Дело не в этом. Дело в чем? Смотрите, вот, мне ваша позиция по многим вопросам непонятна. А почему моя позиция вас так интересует-то? Нет, я... Почему интересует-то? Потому что мне просто интересно вас понять. То миссионер, то православный, то вы, например, говорите, что относили долгие годы десятину к баптистам. Ну и что? Ну это разве православное? Ну я относил дальше то, что вы за это отвечаете. А куда к баптистам-то? Баптистам-то куда? Игнатьев, вы просто смотрите, если вы не хотите разговаривать, может, мне просто интересно вас понять. Я говорю, что я распространяю Слово Божие. Оно нигде не печаталось подпольно. Я через них отдавал туда, где печатались тысячами и раздавали. Я не баптистам отдавал-то, а людям, которые передавали, баптисты. Это от них были отделены. И они печатали тысячи Евангелий. И от моего имени они к людям попадали. К православному, ко всем. Нельзя же таким быть, что через кого? Разницы мне нет, через кого. На мешке английские буквы. А люди едят к пшенисту. Откуда еще? Я ж не про Евангелие говорю. Я говорю о моем бытии. Я отдаю туда 9 десятин, 50 лет отдаю. Не одну. А тут одной не выжмешь. Я отдаю 9 десятин, 50 лет. И поэтому на двух, на трех работах работал всю жизнь. И эти деньги я отдавал на дело Божие, чтобы Евангелие были в России. Что не понятно тут. Даже никто мне никогда вопрос не задавал. А кто бы печатали, католики это или коммунисты, я бы туда отдал. Лишь бы отдавали даром. Какая разница, чья рука передаст хлеб, на который я отдаю деньги. Это все катуистика. От ничего не делания, от безбожия. Можно спросить? Да спросит, сестра там какая-то просит. Спасибо. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, по какой причине у Гидеоновых братьев не печатается Ветхий Завет? Они печатают только Новый Завет. Ну я вам отвечу. Потому что, вот мне, допустим, дано только носки сделать. А полный костюм, это большая фабрика делает. Вот издают они отдельно Евангелие от Иоанна. Маленько стали получше работать. Сейчас Евангелие от Иоанна вместе идет с посланием к римлянам. Оно дешевле стоит, а для начального это достаточно. Теперь стали выпускать 4 Евангелия по благословению патриарха Кирилла. 4 Евангелия. Мы сегодня, вчера только получили, сегодня мы уже раздавали их. Ну а потом Новые Заветы. Потому что главное для нас это Новый Завет, естественно. А Ветхий Завет вместе с Новым Заветом, да еще по православному, чтобы с неканоническими, это, конечно, солидный труд, дороже стоит. Только поэтому, больше ничем не объяснимо. А может быть, объяснимо еще и по-другому? Ну, может, по-другому. Это настолько я знаю, они не признают Ветхий Завет. Но это безбожие. Не признают, это не ересь. Все святые отцы признаются. И Златоуст, и Григорий Богослов, и Ефрем Сирин признают. Я говорю про Гидеоновых братьев, я не говорю про православных. А, ну, они работают так, чтобы больше людей получили. Это тоже понятно. А в начале 90-х годов как раз Гидеоновы братья распространяли. Может быть, так. И в 80-е годы тоже. Мы от них много книг получили. Я их вымениваю книги на свои книги. А зачем выменивать? А как зачем? Они деньги требуют, а денег-то нету. Они сейчас деньги требуют, так не дают. Они распространяют бесплатно и бесплатно. Я говорю, деньги требуют. Деньги. Раньше давали бесплатно, сейчас только за деньги. У них принято решение не давать и свидетелям Иеговы, и православным. Решение такое. Они нас приравняли православным к свидетелям Иеговы. И на это есть основание. Это какое же интересное основание? Основание. Есть такая болезнь. Она вкупе, две болезни идут. Трусость и корысть. Корысть и трусость. Вот исповедник был Христов. Он шесть сроков отбыл. Кростов Левитин, церковный историк. И он говорил, государство больно корыстью и трусостью. Трусостью и корыстью. И трижды больна моя родная православная церковь. Православные эти деньги берут Евангелие и продают их иногда в десять раз дороже. Я этому свидетель. Ну где? Барнаул, Покровский собор, Алтайский край. Еще более точно, улица Никитина 137. Еще поточнее, на первом этаже. Понятно. Игнать, просто понимаете, вы берете какую-то одну ситуацию в церкви и выводите ее на общий церковный уровень. Хорошо, хорошо. Вы знаете, что к тысячелетию Руси были присланы Библии, специально изданные к юбилейной дате. Лопухина, 12 книг в трех табах. Ну замечательно. Бесплатно. А продавали почем? Понятия не имеют. 300 рублей, везде официальная цена была 300 рублей. А у меня оклад был 72 рубля. Вы там не жили, а я жил. И они продавали. А написано не продавать. Это дар был Стокгольма. Где написано не продавайте. Вот когда издавали подпольно, написано книга, продажа не подлежит на каждой книге. Руси так и прав. Так что в самой Библии так написано не подлежит продаже. Да. И так и нужно отдавать. Потому что на это жертвовали деньги. Я жертвовал все, что у меня было. Какие друзья. Разошлись тысячи новых заветов. А где, что мы не знаем. Вот тайная милостыня. Не, ну просто понимаете, вот то, что сейчас Кураев, например, делает, да, и вот то, что многие миссионеры делают, просто почему меня это интересует, берется какой-то один частный случай какого-то греха священнослужителя, и там того случая, который вы сейчас рассказали, например, там продают что-то, что не должно продавать. И вот эту ситуацию показывают как пример, как будто это происходит во всей церкви. А вы просто задумываетесь о том, что люди, когда смотрят не церковное, вы образ создаете церкви такой, вот в эту церковь просто люди не хотят идти. Понимаете? Да не потому, что не хотят идти. А потому, что некуда идти, развалин духовная. Где? Слушайте внимательно. Состояние православной патриаршей церкви тире духовной развалины. Вы согласны, нет? Я согласен с тем, что... Пятейший патриарх Кирилл, когда вернулся с Востока. Это его слова, я в кавычки беру. Он это сказал не о патриархии, он это сказал о народе. Потому что... Он сказал о патриархии, состоянии не народа, а церкви. Зачем его слова переначивать-то? У церковь, в церковь ходят все крещённые, но в том числе не по крещённым. Вот исследования провели, что из трёхсот мочёных, они не крещённые, ни один. Только один ходит в церковь, что-то знает. Один. Это 0,3%. Потому что вы, например, в частности, этому препятствуете, своими выступлениями. Что я препятствую? Чем? Вы, например, в том числе, смотрите, вы говорите так, что в церкви коррупция, лихаимство, продажа, там ещё кто-то. Вот нормальный человек, который вас послушает, он захочет идти в такую церковь? Не захочет он, потому что об этом говорят и архиереи, чтобы священников пересадить на более дешёвые машины. А у меня нет никогда машины. Я ни одного человека не оттолкнул, а привёл только. Причём тут архиереи. Как это ещё? Вы знаете, привёл Бог, а уводят как раз такие, как вы, Игнатий. Вот я как раз и не увожу, а привожу. А приводят тех, которые лакируют, а человек приходит, видит, там ничего нету. Евангелие не проповедуется, ничего нет. А сектанты нам отхватят. А нет, там человека берут и Евангелие показывают. И он говорит, да тогда в этой, куда я ходил, что? Да ничего, идолопоклонники. Игнатий, ну вы говорите... Можно я задам Игнатия? Марин, подожди, пожалуйста. Игнатий, вот вы же говорите о своём приходе, видимо. Так зачем же ваш приход ассоциируется со всей церкви? У нас нет прохода, у нас есть община. Приход – это вот заход в охот. Это вот этот проходной двор. Прохожане, как пишет Амбросий Юрасов. Прохожане. Игнатий, а вы не верите Христу, что он обещал, что церковь его будет до конца? Подождите, что-то у вас сильно там гудит, плохо слышно. Да, Антон, очень сильно гудит у тебя. Сильно гудит? Вот сейчас слушаю. Повторите, пожалуйста. Я говорю, вы не верите Христу о том, что он обещал, что церковь его будет до конца? Да, так и написано, так и написано. Если творите в моё воспоминание, доколе он приедет. Это будет где-то в пещерях, ущельях где-то, о чём говорят все святые отцы. Когда будет гонение вот это всеобщее. А куда церковь-то подевалась-то, по-вашему? Да нет, Антон, ты не понял. Игнатий, куда девалась в годы советской власти в 1937 году? Как отец Арсений, где все общины разгромлены, кто-то по тюрьмам, кто-то в земле. Пришёл, когда на Бутова Путин, он ходил только и повторял, чудовищно, не может быть, чудовищно. Вот куда ушло. А получилось... Но вы противоречите сами себе, к сожалению. Ну, я вам сказал. Вы услышали? Дальше уже не идите, это бесполезно, дальше я не иду. Вот зарубежная церковь, русская православная, они принесли покаяние перед старобрядцами. И там в тексте говорится так. Вот те испытания, которые выпали на нашу православную церковь в 20 веке, не является ли это возмездием от Бога за то, что наши предки гнали ваших предков? И все архиереи подписались. У Бога всё вымерено. Извините, пожалуйста, Игнатий, за что приносить покаяние перед старобрядцами? За то, что они исказились ему веры? Это я говорю, архиерейский собор принёс. Я говорю, цитирую, архиерейский собор. За что там всё говорится? У вас нету, я вышлю материал этот. Извините, зарубежная церковь лучше бы покаялась перед теми, кого она предала. Вы не знаете, что митрополит Антоний Храповицкий благословил убивать собственных прихожан? Подождите, какой Храповицкий? Я такого не слышал даже. Храповицкий. Антоний Храповицкий? Ага, тут неясно слышно. Ну и что он приказал? Он благословил убивать собственных прихожан. Убивать прихожан? Да, во время Гражданской войны. Не слыхал такого даже. Первый раз слышал. Не слышал даже такого. Убивать даже. Вы всё то ли где-то больше узнали. Можно узнать. Приказал. Ну, обвинение должно быть соразмерно чему-то. Но другое дело, Анастасий за рубежом послал благодарственную грамоту или что-то фюреру Гитлеру за то, что разрешили построить храм. Но это ещё было, а больше-то ничего не было. Да, а то, что они шли вместе с нацистами, это как? В одном строю. Плохо. Плохо. Зачем это? Плохо. Плохо. Безбожно. Дальше и хуже некуда. И что с коммунистами одинаково плохо. Такого плохо. Плохо приводить. Наташ, давай вопрос, который... Так, вопрос в чём заключается, я не понял. Что идти надо убивать или не убивать, не надо убивать. А я говорю вам, говорит, любите врагов ваших. Всё тут сказано. Я знаю, я поэтому и говорю, что митрополит Антоний Храповицкий... А при чём, если Игнатий? Так, подождите, вы по одному говорите. Это хором петь хорошо, а разговаривать по одному надо. Извините, сейчас митрополит Антоний Храповицкий, который является основателем зарубежной церкви. Так. Он выступил подло по отношению к собственным прихожанам. При чём здесь Игнатий-то? Я ничего не пойму. В первую очередь, я категорически против убийства. Против убийства. Потому что зарубежку хвалил. Это дело уже настолько прошло, Антоний уже на том свете. А что я буду отвечать? Что от этого прояснится? У кого? У вас? У меня. Мне ясно, что этого делать нельзя было. Ну и что дальше? Ну да. То есть не надо зарубежку делать, знаете, таким идолом. Не надо делать. А кто её делает-то? Кто делает? Я им и говорил, что это не надо делать. И когда я был зарубежом, я сказал, вы ничем не отничаетесь от московской потенциальной. Патриархии. Ничем абсолютно. Я говорю, вам только тот хорош, который что-то говорит против московской Патриархии. Им не понравилось так. Вы, наверное, про меня не знаете. Говорите, это не по адресу. Атусик, пожалуйста, дайте теперь я скажу. Вот, Игнатий, вот смотрел тоже вашу беседу с баптистами, с заезжими. Вот там я даже запомнил, по-моему, на 11-й минуте, говорите, с баптистом говорите. Знаете, кто самые ярые враги церкви? Они говорят, кто? Они говорят, кто? Они говорят, православные священники, это самые крутые волки. Да. А вы не знали про это? Не, ну, я удивляюсь. Вы можете озвучить 20-ю главу Деяния Апостолов? Или Златоуст не знал про это? Никого так не боюсь, как епископов православных. Ну и что дальше? Я открыл разве что-то. Я просто говорю, что это есть. Давайте Игнатий по очереди, я просто вам хочу сказать. Давай, говорите. То, что говорил, то, что сказано в Деяниях Апостолов, это сказано, что будут действительно входить еретики, были еретики в истории церкви, был и Ария, и Македония, и История. Сейчас перечислять, смысла нет. То, что говорил Златоуст, он говорил про свою личную жизнь, потому что в его личной жизни епископы его предали. Они его... Так это волки или кто? Или овцы были? Нет, а зачем, опять-таки, несколько епископов отождествлять со всей церкви? А Господь говорит, вспоминайте жену Лотова, она один раз обернулась, а Господь все вспоминает и вспоминает, отождествляет, говорит, если не покатить, все так же погибнете, все. Ну и что дальше? Ну ничего нету, смерть, ад. Дальше ничего нету, ад и глубина преисподняя. Вот если в моей личной жизни какой-то епископ встретится, который окажется плохим человеком, Мне что теперь говорит, что самые лютые волки это православные епископы, что ли? Бегите от них, я их больше всего боюсь. Мне вот это непонятно. Я говорю, что враги, бегите или не бегите, я с ними работаю. И к нам приезжают епископы и служат вместе. Они приезжают, приезжают и к вам лично, они приезжают служить службу. Да, да, да. Гости к вам приезжают? Да, приезжают и служат вместе с нами службы в алтареи. И все это в видеках тут же. Вы зайдите только в YouTube. Канал Игнатия Лапкина. Я не приезжаю. О хиереи Московской патриархии. И никогда-то вот в мае 13-го года. Посмотрите. К нам приезжают специально. Извините, пожалуйста, можно узнать имя этого патриархии? Подождите, у кого митрополита? Это, так сказать, епископа? Он сейчас находится в рельсе Липецкой области. Его туда перевели. Максим Дмитриев. А сейчас у нас новый Иванников Сергий. И его только поставили, он сразу приехал к нам в Патриарховку. Сразу же. И там у нас священники. Приезжают с ним 4 священника и 11 семинаристов. В местной семинарии. Кому они приехали? К нам приехали. И тут же в своей церковной газете печатают. И где я стою у двери? И в каждой фотографии Игнатия у дверей. Игнатий впереди снимает. Куда пришли? Теперь я с ними беседую где? Беседую в епархии. Сейчас 10 минут говорю только слово им. Секретарь встает и говорит. Под каждым словом Игнатия Тихоновича я могу подписаться. Секретарь епархии. Беляев отец Сергий. Что он тоже ненормальный или что? Ну по вашему да. По вашему всей песне. Я говорю. Не кто-то настоящий. Вы сказали, а не я. Вы сами себе противоречите. Вы сначала говорите, что они людные волки. Я вам сказал, вы сейчас не ищите противоречия. Остается все в силе. Зачем его искать, если вы сами о нем высказываете? Я сейчас сказал вам. Вы это приняли. Теперь маленько хотя бы порассуждайте. Вот есть такой НТО подписи Татама. Ну, НТО мой знакомый. Очень хороший товарищ. Вот вы, да, товарищ. Ну, вот вы похожи очень даже. Он маленько-то должен кость-то примерять, пройдет она или нет. Кинулся там на Кураева. Ну, разве можно так это? И человек старше, и проще. Просто прослушать бы. А, Игнатий, вам, значит, можно на епископа поговорить? Мне не надо говорить. Я его не называю, ни одного епископа. Я говорю, вообще. Только что назвали. Только что назвали митрополита. Вы за епископов ратуете, а ни одного не знаете. Ни одного же вы рядом-то не были. Я могу сейчас вам назвать половину епископа просто прослансер. А вы знаете, что все 100% были ставлены Центральным комитетом и 5-й отдел КГБ. А вы знаете... А вот это неправда, Игнатий. Атусик, помолчи, пожалуйста. Помолчи, пожалуйста. Подождите. Вы сейчас услышали, это первый раз слышите. Не слышали раньше? Значит, еще раз вам говорю, что у нас в нынешней церкви 90% епископов было рукоположено уже после падения Советского Союза. Если вы не знаете этого, что за три года в Русско-Православной Церкви количество епископатов умножилось в два раза. Было около, по-моему, могу ошибиться, там, около 120, сейчас уже под 300. Да, за три года. И если вы говорите, что, может, вы до сих пор в Советском Союзе живете, где у нас коммунисты правят и чекисты всех назначают, может, вам следует как-то проснуться уже, пересмотреть взгляды свои? Насколько же дерзкие. Вот я гляжу, вот как вы похожи. У вас нет контроля никакого, ни над языком, ни над чем. Слушайте, вы... Вам нужна была эта встреча, вы хотели что-то узнать? Нет, Игнатий... Вы вопрос задали сейчас, вы просто сразу через ограду лезете. Вы даже не понимаете, что вам можно говорить, что нельзя. Если хотите продолжать, чтобы на вас зря время не тратили, вы хоть немножко записывайте, а потом проверяйте по слову Божию. Что вам сказали-то? Ну, Игнатий, давайте я вам сейчас приведу огромное количество цитат в Писании, которые вы нарушаете. А вам зачем это нужно? Ну как, а вам зачем нужно? А я к вам не лезу, вы на меня вышли, и вы же начинаете хамить. Нет, вы же... А вы меня искали, я вас принял, вы мне же начинаете хамить. Это что, нормально? Нет, ну давайте так, если уж переходите... Вы даже не слышите, что я вам говорю, остановитесь сейчас. Не безобразничайте. Ну почему-то, когда... Я еще раз говорю, не безобразничайте минуты, хотя помолчите одну. Сотворите молитву. Я молюсь непрестанно, по-четкам, у меня четки в руке. Я когда вот с подобного рода людьми разговариваю, я всегда молюсь. Потому что по-другому не получится. Это уже известно. Вы понимаете, вы как бы человек очень... Я прошу одну минуту, помолчите, пожалуйста. Одну минуту, помолчите, помолитесь. Вы хотите помолиться, я и так молюсь. Мне не надо молчать, чтобы молиться. Я могу молиться на думе. Давайте мы помолчим, вы помолитесь. Я вас, кстати, обидеть не хотел, если что. Если я вас обидел... Смешно. Да и все, все, я не вижу, можете дальше не клеить. Так, слушайте, вы будете продолжать разговаривать-то или до свидания, Игнатий? Закрывать конференцию? Игнатий странно, конечно, нервный такой вообще. Не, я, кстати, я честно, я его обидеть вообще не хотел. Вот, честно. Ну, понятно, я там верю. Просто Игнатий сам как-то... Нет, просто человек, который называет... Игнатий, вы с нами, нет? Мне вообще, где классно ведется... Он с нами, он с нами, он просто закрыл камеру. Вот. Нет, просто мне, честно говоря, непонятно. Человек, который говорит, что епископы — это лютые волки, и в эту же секунду этот человек говорит, чтобы я следил за своим языком. Даже минуты не прошло. Да он думать просто не хочет. Хочет только слышать только себя. Это же эгоизм. Нет, ну давай все-таки человек нас старше здесь всех. Не будем так говорить резко. Ну, просто мне интересно было давно его послушать, что он говорит. Потому что когда задаешь вопросы, это все-таки лучше, чем когда просто лекцию слушаешь. Люд, как дела? Привет. Да, да. Ну, я просто пока слушаю ничего. Могу сказать. Я как бы не понимаю, зачем меня добавили, а зачем толку от меня это. Я-то могу сказать, что Игнатий это не хочет все равно любой этот самый в духе их танца, что никто не хочет слушать. Меня тоже действительно интересует вопрос, почему нужно вот так вот плохо отзываться о епископах православных. Вот со своей стороны я, наоборот, всегда стараюсь их всячески защитить, как-то сказать, да, но бывают плохие, но есть и хорошие. Я тоже пытаюсь защитить, а вот Айгнатий он сектант, он просто этого не хочет признавать. Ну вот, как-то вот мы должны, наверное, все-таки как-то прикрывать. Ну, конечно, и даже в Писании написано, что, ну, что это очень опасно, наверное, хулить. Ну, действительно бывают какие-то вот такие вот заплюющие даже случаи, но... Ну, Айгнатий просто не хочет на себя смотреть, просто, и все. При этом, при этом давайте мы, может быть, все-таки заметим, что Игнатий нам симпатичен, и в некоторых моментах мне вот очень понравилось, как он общается с мусульманами, как он... Вообще, что вот у него такой миссионерский настрой... Есть, конечно, я же не говорю, что полностью там у него что-то не так. Это, конечно же, очень... Нет, нет, человек, как бы, какие бы добрые дела ни сделал, да, вот, но если у него такая хула на Бога, на церковь, это, как бы... Это, наоборот, как раз дьяволу и выгодно, чтобы человек не пришел к Богу. Вот в чем дело. Ну, да, когда вот обобщать и всех, вот, под одну гребенку грести, что вот все епископы в православной церкви, они вот плохие, получается, что мы действительно кого-то вот, на кого-то клевещем, потому что наверняка есть епископы, которые очень достойнейшие, очень... Конечно, конечно, конечно. Айгнатий просто этого не понимает, он идет в бездну, как... Ну, в общем, хотелось бы, да, вот, как-то вот, не обижаясь, но взглянуть и на свои ошибки. А, кстати, а кто конференцию задавал? Игнатий позвонил мне сам, я ему как-то давно писал в конференции, он мне сам сейчас позвонил. Наташу? А, Наташу я добавил. А... Ясно. И теперь мне понятно, что это действительно сектантская оптина целиком, полностью. Ну, это понятное дело. Абсолютно. Вот. Да я и так видел, это просто, даже вот тут по нам, по манере и голосу. Вот так противно уже стало. Ну, а что, Игнатий, он у нас совсем отключился? Непонятно. Игнатий, вы, может, к нам присоединитесь? Я же вижу, что вы тут. Я же вижу, что вы тут. Игнатий.